В то время Иоанн сказал Иисусу, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас, и кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». «А кто соблазнит одного из малых всех, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет Тебя рука Твоя, отсеки ее, лучше Тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну в огонь неугасимый. И если нога Твоя соблазняет Тебя, отсеки ее, лучше Тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами, быть вержену в геену в огонь неугасимый. И если глаз Твой соблазняет Тебя, вырви его, лучше Тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами, быть вержену в геену огненую, где червь их не умирает и огонь неугасает. Дорогая молодежь, братья и сестры, когда прибежал этот парень к Моисею, чтобы рассказать, что там происходит в лагере, в стане, можем сказать и такое, что хорошо, молодец, потому что нужен порядок, чтобы столько людей вышло с Египта, с рабства, и кто-то был непослушен, не пришел к Скинию. Эти двое остались, не пришли на собрание этих семьдесят. Тоже Иисус Навин говорит, запрети им, но видим и реакцию у Моисея, что у Моисея есть такое широкое сердце, что он видит, что Господь сошел, что Дух Святой или Дух Божий сошел на этих людей, значит, Бог думает по-другому. Может быть, нас удивляет Папа Франциск, может быть, мы не привыкли, чтобы так открываться для других людей. Недавно вышел документ, энциклика «Фрателли Тутти», где он говорит о том, чтобы увидеть в каждом человеке, в другом человеке, который отличается от нас, увидеть брата, сестру, и что мы одна семья, что Бог сотворил этот мир и сотворил каждого человека, неважно, какой национальности, какой цвета кожи или вероисповедания, убеждений, возраста, пола, мы все, братья и сестры. И тоже так в церкви сегодня в церкви есть такое стремление увидеть в других братьях, сестрах, которые из другой церкви, что это наши братья и сестры, это позиция нашей церкви, что если люди крещены, если они исповедуют Иисуса Христа как Бога и Спасителя, что это наши братья, они часть тела Христова. Мы с некоторыми были эти два дня на конференции о Альфа-курсах, и были там разные люди с разных церквей, и было удивительно, что мы можем обогащать друг друга, что мы можем тоже делиться Евангелием с этим миром вместе. Иногда хорошо, когда христиане выступают вместе, чтобы помочь людям увидеть, что есть Спаситель человечества, Иисус Христос, что мы можем молиться вместе, это первое чтение, оно связано с Евангелием. Иоанн, молодец, подошел, апостол от имени, может, всех апостолов, и говорит, Иисус, мы видели человека, который изгонял бесов в Твоем имени, но он не ходит за нами, поэтому мы запретили ему, и мы, может, ожидали, что Иисус скажет, да, хорошо, молодцы, потому что мы истинные, истинная группа, а они нет. Папа тоже на это воскресенье говорит, что мы склонны, братья и сестры, потому что мы находимся в среде, где нам хорошо, где мы знаем друг друга, может, это наша группа, может, это моя семья, мы закрываемся, и в церкви могут быть разные группы. Это хорошо, когда Бог обновляет веру на основу, нам нужно выйти, увидеть, оценить те дары, которые Бог дал другим, быть открытыми, зайти, открыть дверь или выйти из этих заборов к другим братьям, сестрам, делиться тем опытом или тоже уважать, потому что мы видим, что наш Бог такой, Он сотворил этот мир красивый, разнообразно Его сотворил, по-разному. И тоже Бог сохраняет это уважение к людям, дал людям свободу. Он уважает свободу людей, Он любит человека. Может, не все было по протоколу у этих двоих, которые не пришли, можно было бы сказать, а почему, какие у них были причины, почему не послушались, но Бог все-таки дал этим людям своего духа, чтобы показать, что Он хочет изливать Своё благословение на людей, и что Он рассчитывает тоже на нашу слабость, и что Он хочет преобразить этот мир. И так апостол Павел говорит, расширите своё сердце в одну общину церковную, потому что у Бога есть много места. Он хочет, чтобы все люди были спасены. И Он будет делать всё, что возможно, насколько мы, конечно, Ему разрешаем, чтобы всех людей собирать, чтобы Дух Божий, Он действует в этом мире. Как я сказал в начале литургии, что у Моисея широкое сердце, и он говорит, я бы хотел, что ты ревнуешь за меня, что эти люди наполнились Духом Бога. Я желаю, чтобы каждый человек в народе Божьем пророчествовал и был наполнен Святым Духом. И это исполняется в Новом Завете. На каждое тело излию своего Духа. Особенно, конечно, на учеников Иисуса. Дух Святой действует в церквях, в церкви своей, потому что есть одно тело Христово, но мы разделены. Но потом тоже Дух Святой действует вне церкви. Он приходит к людям и помогает им, чтобы они искали истину, чтобы они искали путь спасения. И когда мы делимся с людьми своим опытом веры, иногда можем наблюдать, что эти люди уже голодны, что Дух Святой дал им это желание найти счастье, найти Бога. И Дух Святой помогает этой своей благодатью, помощи, чтобы люди могли обратиться. Нам не нужно заставлять людей или ломать дверь их свободы, но мы можем быть внимательны, где Дух Святой движется, который сердце уже готово. И чтобы мы были готовы поделиться Словом Бога, Евангелием, Благой Вестью. Так что это одно такое, что сегодня это одно Слово, которое Господь дает нам, чтобы мы замечали это действие Святого Духа в мире, в церкви, за забором, за пределом своих границ, которые, может, нам мешают увидеть это. Второе, что Господь говорит, кто не против вас, тот за вас. И чтобы мы были готовы к сотрудничеству с теми людьми, которые доброй воли. Может, они еще не знают Господа, но они наши братья и сестры, которых Бог сотворил на Своем образе и подобие. И если кто-то нам послужит, даже стакан воды даст ученику, то они получат свою награду, благословение. Но Иисус тоже говорит о соблазне, о соблазнах. Это на языке Библии скандалон. Но мы сразу... Есть такое толкование, конечно, это тоже в силе, что соблазн, чтобы кого-то соблазнить на грех. Но соблазном является все, что является препятствием исполнить волю Бога. Все, что нам мешает, является таким камнем преткновения. И это, может быть, все, что тебе и мне мешает идти за Богом, чтобы служить Богу. Итак, можем задать вопрос, а что для меня является препятствием? Как, например, выглядит мой день? Есть в том, что я планирую? Есть место, чтобы я шел на молитву, чтобы я был с Богом, чтобы я слушал Господа? Или у меня работа и все эти заботы житейские мне мешают? Они являются таким соблазном, скандалоном для меня, потому что я миную цель. Грех на греческом, или, может, даже на еврейском понятие греха, это миновать цель, не попасть в цель. Каждый грех отводит нас от пути Господня. И поэтому второй вопрос, что мне мешает, или что влияет на меня, что больше влияет Господь на мою жизнь? Его Слово преображает мою мысль и влияет на мои убеждения, или то, что приходит с мира, информации, интернет, может, ну, все, что мы сегодня живем в таком обществе, что больше заполняет мое сердце, мою мысль. И если больше мира в нас, то нам необходимо убрать этот скандалон, этот соблазн, который меня отводит. Ну и, конечно, если есть что-то, называем это грехом, да, есть тяжелые грехи, если есть что-то, что меня ведет, отводит от Бога, мы сегодня можем отдать это Господу, попросить прощения, сделать покаяние, может, потом пойти исповедовать, если нуждаемся в этом. И тогда Господь, Его жизнь будет приходить, Он обновит все сферы нашей жизни, и придет Царство Божие, которое приносит нам свет. Мы нуждаемся в любви Бога, в Его присутствии. Господь, расшири наше видение, наш взгляд на мир, на людей. Дай нам способность любить, уважать других и обогащать друг друга тем, что Ты дал нам. Забери все, что нам мешает на пути веры и ученичества. Тебе, Иисус, пусть будет хвала и слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok